Будет обидно, если опознаю. Я иду в РОФу, опять выбираюсь подарок. Честно говоря, результат не очень хороший. Не думаю, где лобошь я. Я даю своего робота-официанта. Скоро должен приехать. Интересный, очень восхитительный опыт. На три, на три, на три. Если понравится Лене, обязательно буду чаще готовить. Поэтому, пожалуйста, не перебивайте меня. Немножко. Леня у нас как настоящий белорус. Любитель картошечки, да? Да. Всем привет. У нас очередное пасмурное утро. Впереди предстоит интересная неделя. Мне нужно съездить за моим паспортом. Получить за моим паспортом с филиппинской визой. Дело в том, что я планирую съездить в отпуск. Ко мне моя мама приезжает. И, в общем, немножко планирую отдохнуть. Леня останется с мамой, потому что это все еще время школы. Ну, а я поеду отдохнуть на пару недель. Так же на этой неделе вот обязательно очень захотелось в какой-то момент сырников. К сожалению, там надо было творога докупить. Что, кстати, интересно. В последнее время я заметил, что чаще-чаще стали попадаться, ну, по крайней мере, в моем магазине такие продукты, как творог, которых раньше, ну, честно говоря, было тяжело найти. Не знаю, с чем это связано. Но вот прикольно. Я недавно купил обычный нормальный творог, килограмм. Все как положено. Так что обязательно на этой неделе буду готовить сырники. Очень что-то по ним соскучился. Также подумываю о том, чтобы позаказывать. Дело в том, что в Германии есть такая прикольная штука. Такие, как бы, боксы. Ты заказываешь, но ты не знаешь, что в них будет. Но тебе говорят, что, скорее всего, там будет что-то вот на примерно такую сумму. Причем боксы могут быть по-разному. Когда-то давно мы заказывали De Gusto Box. Там была всякая еда. Иногда прикольно, чаще всего не очень. Вот я хочу посмотреть, может быть, тоже позаказывать. Мы могли бы вместе их пораспаковывать. Еще хотел бы рассказать прикольную историю, которая произошла совсем буквально недавно. У меня испортилась микроволновка. Я заказал новую. И внезапно встал вопрос, а куда же выкидывать старую? И дело в том, что, ну, обычный мусор нельзя. В Германии, как вы знаете, наверное, есть разделение мусора, да. Какие-то повседневные вещи ты уже знаешь. Куда что выкидываешь. Там картон сюда, упаковку сюда. Стекло там. Вот такие контейнеры есть. Может, как-нибудь покажу, как это организовано у нас. Потому что у нас это ужасно организовано. У нас только черные контейнеры в доме. А все остальное надо выносить и вывозить в разные места. Это не очень удобно, но имеем, что имеем. В общем, стал я интересоваться, куда же можно выкинуть. Оказалось, что есть не очень далеко от нас центр переработки. Ну, то есть, я знал, что там, как бы, большие контейнеры и все такое. Но не знал, что это центр переработки. Хотя никаких там сопутствующих механизмов или нет. Просто контейнеры стоят. Но ладно. В общем, оказалось, что надо аж туда нести. У меня машины нет. Короче, будет тоже приключение. Буду брать тележку и фигачить. Ну, благо, не очень далеко. Где-то километра полтора от дома. Это возле железнодорожной станции. Вот такие вот они немецкие будни у нас. Леня все еще на каникулах. Наслаждается, так сказать, свободной жизнью. И, кстати, история с гильдией приключений авантюристов не выгорела. Леня сказал, что награды слишком маленькие. Я пока не готов их делать больше. В общем, размышляю. Вообще, идея мне все еще нравится. Я, может быть, попробую сделать награды повыше. Но не на все то же самое, а сделаю что-то. Ну, там, например, пройти курс какой-нибудь. И за это там хорошая награда. Чтобы его мотивировать и стимулировать. По крайней мере, на начальном этапе. В итоге я на самом деле хочу сделать так, чтобы ему нравился сам процесс обучения. Чтобы не было вот это вот. Типа обучение деньги. Хотелось бы избежать. Но вот чтобы было обучение весело, результат. И там еще и деньги. Это уже было бы лучше. Не знаю. В общем, такой небольшой эксперимент. Он продолжается, конечно, не за одну неделю. Вот. Посмотрим. Жду мою маму. Мама скоро должна приехать. В гости. Круто. А потом папа. К сожалению, они не могут приехать вместе. Потому что у них две собаки. Два ребенка. Десятилетних. Вот. Которые требуют, конечно же, свое внимание. Ну и бабушка. Кстати, да. Бабушка. Родители. Всем привет. Родители. Жду вас. Люблю вас. Ну что, поехали. Неделя обещает быть интересной. И присоединяйтесь ко мне. Ну что, у нас очередное путешествие во Франкфурт. Только этот раз уже за паспортом. Этот раз главное не забыть. Зайти еще раз в тот крутой ресторан с роботом-официантом. Потому что в прошлый раз из-за того, что Леня не мог с дверью справиться, мне пришлось быстро все сворачивать. Бежать разбираться. В общем, не получилось тогда записать видео с роботом. Ну вот, сегодня обязательно туда зайду. Главное, чтобы открыто было. У нас тут что-то, то ли дорогу, ну как дорогу, где поезда ремонтируют, то ли еще что. И маршрут обычный поменялся. Придется сейчас ехать совершенно по-другому. Проедемся на автобусе. Тоже не так плохо. Не знаю, как вы. Лично я очень не люблю вставать рано по утрам. Куда-то переться. Тем более. Даже кофе не успел попить. Потому что надо было что-то покушать. Лене оставить. Кстати, как я его оставляю-то? Ну, на достаточно долгий срок. В свое время я купил камеру. То есть у меня есть камера, которую я могу смотреть через телефон, через интернет. Они подключены. И, ну, то есть он знает, что пока меня нет, нужно оставаться в этой зоне действия. Поэтому я в любой момент могу с ним связаться. То есть я просто иногда смотрю, иногда с ним просто даже говорю. Ну, плюс он уже достаточно большой мальчик. Раньше мы начинали еще, когда супруга была жива, где-то там на 20 минут его оставим. То есть постепенно его приучался, там на 20, на 40. Когда один я остался, стал там на час в магазин отбегать, на два. Ну, вот, и, в принципе, он довольно спокоен, если его надо оставить с одного дома. Неправильное время я рассчитал. Немножко опаздываю. На поезд, ну, не то, что опаздываю, впритык. То есть я сейчас приеду на Хаубанхоф, центральный вокзал, и у меня будет где-то 15 минут, чтобы добежать до вокзала, до поезда. Это как раз где-то минут 10 ходьбы очень неспешно. Ну, должен успеть. Будет обидно, если опоздать. Еще раз. Театр или опера. Опера, по-моему, по-франклычу, очень красивая поэта. Так, сегодня погода, конечно, не солнышко, но, по крайней мере, без дождя. Так что я решил прогуляться. Я опять из-за филиппинского посольства. История повторяется. Будем надеяться, что это опять будет на 5-10 минут. В прошлый раз было все супер, и обычно все всегда супер. Все-таки филиппинское посольство пока не перестанут повторять лучшее, которым я был. Невольно сравниваю вас с немецким посольством в Минске, куда, знаете, вы не можете ничего принести. Оставляйте там личные вещи, где хотите. Только берите папочку с документами, и все. Здесь же... Здесь единственная надпись, которую я встретил, это, пожалуйста, не приносите с собой напитки и еду. То есть я с рюкзаком, у меня там ноутбук, у меня там телефон. Я стою, спокойно читаю с телефона, пока ждал. Очереди вообще не было этот раз, вообще никого. Вот. Супер, просто супер. Ну что, а сейчас пойдем покушаем и посмотрим на робота-официанта. В общем, нашел тут ресторан. Вот, сижу, жду свою еду. Заказал себе, я уже не помню, котлетки, так как-то были написаны, что будет приедет, посмотрим. Но главное, жду своего робота-официанта. Вот. Скоро должен приехать. Так, ну вот, собственно, наш обед выглядит вкусно. Я взял себе коузеру, кофе, лата макеата, ну и картошку с свиными котлетами. Было написано. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, я еду домой. Сегодня взял удобные места и назад еду вообще. Никого вообще не нету. Хотел показать, вот, собственно, как выглядит первый класс. Есть, конечно, немножко другой формат вагона, но вот этот раз я такой взял. Вот, у нас тут столик на констерсный. Можно ноутбук, наушники, есть розетка, естественно. Мусорка такая. Идти. Мусорка. Столик, правда, приходится надо выделить. Вот, чемоданом там сверху лежит мой рюкзак. Вот, ездить и куда повесить. Ну вот, красивое окно. Если свет есть, можно вот так вот опустить. Ну, в принципе, вот и все. Вверху того. На нем видно, как мы едем, в какой вагон, когда прибудем. Было объявление небольшое, что мы чуть-чуть опоздаем. Буквально 7 минут. В принципе, это норма. И постоянно опаздывает. Сюда мы ехали, тоже опоздали на 20 минут. Ну, благо говоря, когда знаешь, с этим уже проще измеряться. Мое маленькое приключение подошло к концу. Я получил паспорт. Мне дали визу филиппинскую на 2 месяца. К сожалению, Беларусь не входит в число стран-счастливчиков, которым не нужна виза. То есть почти 120 стран или там 130, я уже не помню. Так что я стал на один шаг ближе к своему путешествию. Ну, а пока сейчас нужно вернуться к своим обычным делам. Продолжаю следить за своим питанием. И хотел показать вам, наверное, самое типичное, что я ем вообще. Я стараюсь иногда разнообразить, потому что если, конечно, питаешься одинаково, ну, просто надоедает. Да, вот. Но самый мой типичный обед и ужин – это рис и вареная индейка. То есть, как курагрудь, только инди-грудь индейка. В общем, филе индейки. Стоит это, я обычно покупаю сейчас 4,5 евро за 400 грамм. Недавно был небольшой подъем цен, но цены сейчас обратно откатились на 0,5 евро. Было 4,99, сейчас 4,49. Вот. Делаю я их в мультиварке. Выглядит это вот так. Отдельно я варю индейку. Рис я варю на воде. Хотя это молочный рис. Рис у меня вот такой. Покупаю самый обычный в Кауфленде. И варю отдельно индейку, отдельно рис. А потом просто закидываю, когда уже рис готовый, индейка доходит вместе с рисом. Также добавляю немножко кубики бульонные, куриные. Ну, для вкуса. Потому что без них получается, ну, совсем пресно. Получается, вот, например, сегодня я ел стандартный свой завтрак овсянкой с омлетом. И 250 грамм риса, 400 грамм индейки. Это получается 2100 калорий. Самому же очень интересно дождаться воскресенья. Взвеситься, вообще посмотреть вот такой вот ненапряженный режим. Четкого контроля калорий. Насколько же я похудею. Ну, я ожидаю, надеюсь, где-то на килограмм. Маленькая водка с двоих сторонами. Леня у нас как настоящий белорус, любитель картошечки, да? Да. Да. Картошечка у нас с солью, да? Правда, горячая. Горячая. Ну, так дай остыть-то. Чё ты делаешь? Чемпаку с солью добавляю. Так давно я решил помочь Лёне с учёбой дополнительной и взял репетитор. Вообще репетиторство в Германии довольно сильно и хорошо развито. Называется здесь это Nachhilter. И это может быть связано не только с подготовкой к экзаменам, но к тесту или просто вы хотите подтянуть. Ценник разный. Есть занятия, например, с тремя-четырьмя детьми. Есть, вот как у Лёни, тет-а-тет с учителем. В общем, я взял пока что три урока в неделю. Два раза он занимается сейчас немецким и один раз вот нём. Только-только начал английским. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. I... I don't see lime. And I... I haven't seen this lime or each lime. Yes. Yes, I don't like lime. Yes. I... I... Chop... Три... Три... Нет, 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 нет. Три... I... 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 I forget that number. Okay, let's go. Магазин может прийти ребёнок и выложить, выбрать, так сказать, те подарки, которые он хочет получить. Он складывает в специальный ящик. И потом все, кого он приглашает, могут прийти и выбрать из этого ящика нужные подарки. И это очень-очень круто, потому что не надо париться, что выбирать, что понравится, мучиться муками выбора. И ещё мне очень нравится, что, как правило, здесь не принято дарить дорогие подарки. Дорогие подарки обязывают. В среднем это там 10-20 евро. Пойдём посмотрим, что там осталось. А то я чуть подзатянул, а уже на следующей неделе день рождения. Ну и заодно вам покажу. Так, выглядит это у нас как-то так. Надо найти нашего товарища. Так, вот у нас такие подарки. Такая вот книжка. И игра. Так, ну вот такой вот запакованный подарок. Получился. Конечно, я не мастер, но плюс-минус. Это бесплатно. Специальный упаковочный стол в РОФУ. Очень удобно. Теперь можно идти домой. Последнюю неделю очень хочу приготовить сырники. Нашёл вот такой творог. В принципе, 15-процентный. Обычно за таким надо и ходить в какой-нибудь русский или польский магазин. Ну, типа, микс-март. Вот. Но сейчас он появился в нашем Камфланде. Стало удобно так, что... В общем, будем сейчас Лёне сырнички готовить. Что? А какой это наркоз? Ванильный сахар. Какой наркоз ванильный сахар? Понятия не имею. Я сахар не употреблял. Можно я... Можно. Только стой, стой. Не пальцем. Ну, не пальцем же. Не пальцем? Маленькую ложку. Держи. Немножко. Я не так часто готовлю сырники, поэтому открыл рецептуру на планшете. Будем подсматривать. Давай. Три чайных ложечки ванильного сахара туда засыпай. Мы с тобой не часто что-то пешеварим. Три чайных ложечки ванильного сахара. Три чайных ложечки ванильного сахара. Вот такой кубический сахар. Или если вот так смотреть, то прямоугольный сахар. Какой у нас вкус? Можно попробовать? Ну, возьми. Получше, чем тот сахар, который я полула с ложки. Ну, ты мог дело в ложке. Хочешь помешать? Вот, видишь. Да, хочу попробовать. Давай. Нет, тяжело. Тяжело. Тяжело, но я хочу помешать. Если я хочу, никакие преграды меня не остановят. Три. Три и три для начала. Аккуратно, аккуратно. Аккуратно. Раз. Три. А я пошла три с половиной. Мешать? Мешай. Аккуратно, чтобы не вывалилось. Сань, проще будет, если ты вот так вот возьмешь. Вот так. А, дождь. Ну, только в другую сторону. Ой, правда, очень просто. Я... Нет. В скобочках нет. Совсем непросто, я понимаю. На, довольно тяжело, но у меня ничего не остановит. А что, если вылить тогда всю муку? Ну, зачем? Тогда она будет твердая, как-то она. Вот такая мягенькая. Если бы внутри подушки была бы мука, то ее бы все раскупили. Сейчас получим гига-сырник. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Пусть я у него еще колбаску. Посмотрю. Теперь много колбасок. Это моя колбаска. Что? Я тут себе приметил колбасу. Теперь буду форму делать. Смотрите, смотри. Теперь... Они такие должны быть. Кругленькие. Ну, типа вот так. Кругленькие? Да, вот такие. Нормально. Смотри. Будем жарить по четыре. Если честно, я, наверное, как-то сырники сам полноценно вот так вот никогда и не готовил. То есть, ну, с супругой мы готовили. Мама мне готовила. Так что для меня это такой интересный, очень восхитительный опыт. И, блин, даже немного волнительно сам на себе сырники готовлю. Я как-то, знаете, больше по мясу. С мясом я много чего готовлю. Пюрешечка с котлеткой, шашлычок, еще что-нибудь, гриль какой-нибудь. Это без проблем. А вот какие-то такие вещи я как-то не пробовал. Котлетки самые разные. Пожалуйста. Если понравится, Лене обязательно буду чаще готовить. Ну что, первая партия подошла. Получилось вот так. Не лучшие сырники в моей жизни внешне. Я там пока замес сделал, на вторую партию у меня немножко пригорел с одной стороны. Сейчас я его и попробую. Сахара маловато. Вообще вкусно. Ну, только остыть дать. Очень горячо. Язы горит. Из минусов. Недостаточно сладкое. У нас есть джем. Вот, Леня сейчас сделаю с джемом. Сейчас мы у Лени спросим. Ну что, Лень, как тебе получилось с джемом? Хорошо. Хорошо, но без Витя плохо. Поэтому, пожалуйста, не перебивайте меня. Хорошо. Это он ругается, что я ему не даю смотреть его любимую передачу. Так, ну что, пришло время подвести небольшие итоги по похудению за две недели. Честно говоря, результат не очень хороший. Я всего на килограмм похудел. И, ну, это значит одно из двух. Либо я что-то неправильно считаю, либо те калории, которые, ну, я решил ввести. Я в первом видео говорил 2.100. На самом деле я ел на 2.400. Это явно недостаточно. Слишком маленький дефицит. Может, и то, и другое. Да, тоже вполне возможный вариант. В общем, я все-таки попробую те 200 на следующей неделе. И более жестко контроль. То есть, потому что я пару раз ел донор. Хотя он у меня записан. Но вот беда с готовыми блюдами, что ты не до конца знаешь пропорции, чего, где, сколько. Практически всегда это игра в угадайку. И в этот раз я не угадал. Вот, поэтому буду пробовать. Этот раз есть исключительно вот то, что я точно на 100% знаю. Ничего лишнего. Только вот в таком формате. И, ну да, посмотрим. Потому что, ну, честно говоря, конечно, минус килограмм за 2 недели тоже хорошо. Но дело в том, что на старте всегда вес сбрасывается легче. А вот этих первых там 10 килограмм, ну, особенно при такой сбыточности, они уходят максимально просто. И поэтому это потом, потом будет медленно. В общем, поэтому я попробую следующую неделю скидывать намного больше. Я имел в виду, что дефицит создать меньше или все-таки подключить хождение. Потому что дефицита можно создать и дополнительной нагрузкой. Да, то есть вот просто начать ходить по 10 тысяч, тогда можно и по 2 400, конечно, есть. А может, я просто совмещу. Те дни, когда я хожу, я ем 2 400. Те дни, когда я не хожу, только 2 100. Да, это вот прямо сейчас идея мне в голову пришла. Я думаю, что она хорошая. Ну что ж, посмотрим через неделю. Помните, я говорил, что немецкая дача, это вот они приезжают просто потусить. Сейчас вам покажу как раз такую тусовку. Ребят просто приехали на воскресенье. Гриль, мячик, ну, в принципе, все как и у нас. Но это вот самый такой хороший пример немецкой дачи. Прям по классике. Все на машинах сидят, гуляют. Друзья, у нас отличная погода. И вот мне захотелось поделиться ею с вами. Спасибо всем, кто досматривает мои видео до конца. Вообще, кому это интересно. Вы меня мотивируете работать и делать это дальше. Потому что это действительно занимает кучу времени свободного. Спасибо вам большое. И до встречи на следующем видео. Пока.